Итак, настраиваем Reaction Manager. Alt, правая кнопка мыши, Reaction Manager. Выбираем Master Object, Transform, Position, Zero Position. Сначала по оси Z. Выбираем Vizier Float, наш контроллер ограничения. По оси Z, то есть вверх-вниз. Теперь нам нужно добавить сюда слейф-объекты, то есть объекты, ведомые. Transform, Rotation, ось Z. Дальше следующую косточку выбираем. Transform, Rotation, Z. И последнюю. Transform, Rotation, Z Rotation. Так, мы видим, что у нас три разных стейшена, а нам нужно собрать все три кости в один. Выделяем наш циркуль, выделяем State 1 и нажимаем вот этот значочек. А эти два стейта можно удалить. Выделяем их с нажатым Alt, то есть с нажатым Ctrl и удаляем. Все, у нас теперь один стейт. Теперь нам нужно создать позиции контрола. И эти позиции будут управлять изгибом языка. Поднимаем Ctrl до конца вверх по оси Z. Включаем Create Mode. Rotate. Выделяем первую косточку, естественно. Bon 0.2. State. Create Mode. Выделяем следующую кость. Create Mode. Create Mode. Выделяем следующую кость. Create Mode. Выходим из режима Create Mode и проверяем. Вот у нас язык поднимается вверх. Теперь опускаем наш объект вниз. Create Mode. Выделяем первую кость. Rotate. Create Mode. Следующую косточку. Create Mode. Следующую косточку. Create Mode. Выходим из режима Create Mode и проверяем. Все, язык гнется вверх-вниз. Alt. Правая кнопка мыши. Transform to Zero. Так, теперь то же самое проделаем с осью X. Снова выбираем Master. Transform. Position. Zero Position. X Position. Limiter Controller и Bezier Float. Выбрали. Так, добавляем слейвы. Transform Rotation. Y Rotation. Следующую косточку. Transform Rotation. Y Rotation. И еще следующую. Transform Rotation. Y. Есть. То же самое проделываем. То есть, создаем один set, а эти два удаляем. Выделяем наш объект. Выделяем, естественно, первую кость. Create Mode включаем. Первую кость. Create Mode. Вторую кость. Create Mode. Третью. Create Mode. Так, проверим. Теперь переходим сюда. Create Mode. Первую кость. Create Mode. Вторую. Create Mode. Третью. Create Mode. Выходим из режима. Закрываем Reactor Manager. И проверяем, что у нас тут получилось. Transform to Zero. Смотрим. Manager Layers. Язык размораживаем. Так. Открываем нашего перца. Body. Открываем глаза. Tiss. Где у нас? А вот эти два объекта мы добавим в Tong Controls. Тонг. Плюс. И, соответственно, создадим set. Напишем Tong Controls. Теперь он у нас появится здесь. Вот у нас теперь здесь два сета. Сета. Face Controls и Tong Controls. Что у нас тут происходит? Ага. Включаем Auto Key. И поднимаем язык к верхнему небу. К букве E он идет у нас вниз. Не просто вниз, а по центру. То есть мы просто берем и делаем Transform to Zero. Нет, чуть-чуть его опустим. Вот так. А вот здесь уже Transform to Zero. Здесь язык идет вверх. Но скопируем этот кадр. Сюда. Поднимаем вверх. Чуть-чуть его перенесим сюда. При... Ага. На И язык уже опускается вниз. Вет. Ага. Так, у нас есть одна маленькая проблемка. Ее сейчас быстренько мы решим. Так. F3 нажмем. Выберем наш язык. Достанем наши кости все. Бонус. И вот. Сам язык мы отлинковываем. Он был прилинкован к нижней кости челюсти. Отлинковываем его. А вот эту косточку, первую, прилинковываем к кости головы. То есть к кости нижней челюсти открываем FaceRig. И линкуем эту косточку. Попасть еще надо. Вот. И теперь, соответственно, язык будет двигаться за нижней челюстью. Все. Так. Прячем все лишнее. Бонус, 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 бонус. Прячем. Прячем FaceRig. FaceControl пока прячем, чтобы он не мешал нам. Продолжаем анимировать язык. Смотрим. Всем припределить. Ну, тут можно опустить его чуть-чуть пониже. Т. 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 Это к верхней нюбе язык идет. Так. Оу. Забыл включить автокей. Так. А здесь, соответственно, этот кадр копируем ближе к букве Т. Вот где-то там. Всем привет! Вот. Я. Язык внизу. язык идет к верхней небе чуть-чуть скопируем дра ага дра то есть он продолжает находиться у верхней небы а здесь он опускается вниз этот кадр чуть-чуть назад сместим а этот сюда чуть-чуть чтобы не так резко с у нас вверх идет вниз так и остается можно чуть-чуть его приподнять чуть-чуть вот так посмотрим что у нас получается всем привет я дровосек отлично встретимся в следующем уроке